Диана Гурцкая решила бросить вызов самой себе и примерила новый образ, который вызвал настоящий переполох среди её поклонников. Идея была моего продюсера, моего брата. Первое время я чуть-чуть, знаете, с вопросительным знаком смотрела. Долгие годы незрячая с детства Гурцкая скрывала слепоту за тёмными стёклами. Недоброжелатели распускали слухи, что на самом деле со зрением у звезды всё в порядке. И вот фотограф Вича Кварацхеля уговорил певицу сняться без очков. Я, когда уже работала над фотографиями, когда мы уже снимались, то я вообще ничего не боялась. Когда мне сказали снять очки, вот это ради этого. Вот такая вот я. На смелые эксперименты Дианы в сети отреагировали неоднозначно. Одни нахваливают певицы и фотографа, другие сетуют, что слишком много фотошопа, а сами образы якобы выглядят жутковато. Зато муж и сын Дианы в полном восторге. Они гордятся, конечно, любуются, конечно, ну красота-то всем нравится. Вообще, мой муж, он всегда уверен, что я у него красавица. Ну, это шутка такая. Ранее Диана выкладывала в сеть снимки из своего детства, где она окружена родными и близкими людьми. Смешные хвостики на голове, кукла в руках и новогодняя мишура. Гурцкая рассказывала, что в 8 лет была вынуждена уехать учиться в интернат для незрячих детей. И очень сильно скучала по маме. Прежде чем дать разрешение на публикацию новых фотографий, певица посоветовалась со своими коллегами по шоу-бизнесу. Я увидела это первой, потому что мы дружим. И, конечно, она мне сразу прислала показать. Говорит, ну как ты думаешь, это нормально? Я говорю, а что? Говорит, ну я же не вижу, ну это нормально. Не прочь примерить новые образы Аниты Цой. Ради этого она даже готова снять с себя все лишнее. Но вряд ли муж оценит ее рвение. Мне нравится, чтобы я в плейбой снималась, например. Поэтому я и не снимаюсь. Да он не запрещает. Просто все, что надо, он видит. Ну, чтобы другие мужчины. Желание озвучивать. Кожаные одежды, цепи, необычные прически и смелый макияж. На всех снимках Диана предстала с закрытыми глазами. Но глюкоза сразу узнала ее по чертам лица. Вы знаете, да. Потому что я очень хорошо знаю ее черты лица. Хотя впервые я увидела без очков. И очень красивая фотография, невероятно красивый мейк. Арт точно ее. Так что можно в этом дальше ключе продолжать. Наталья Ионова удивлена, что в сети нашлись и те, кто раскритиковал новый образ Дианы. В бизнесе любая женщина любит меняться. Потому что эта фотосессия была сделана, как у всех женщин. Сначала для себя, а потом для всех остальных. Полупрозрачное платье, перчатки с необычными стразами, черная шляпа. Такой Диану Гурцкую еще не видел никто. А певица уже готовится к новым экспериментам. Ой, все впереди, мало ли, что предложат. С удовольствием. Я человек такой очень смелый, я ничего не боюсь. И в жизни, и на новых фотографиях Гурцкая выглядит безупречно. Большинство поклонников по достоинству оценили смелость певицы. И поддержали ее решение выйти из зоны комфорта. И это точно не слухи. В этом году вся семья Ольги Самошиной переболела коронавирусом. Актрисы радуются, что болезнь она и ее близкие перенесли достаточно легко. Но все равно было над чем задуматься. И все, что бы ни было в жизни, какие-то там расстройства, какие-то переживания, удача-неудача, это все счастье, которое можно обсудить с друзьями. И это все счастье, что бы ни было. Вот пока ты жив и пока слухобольница не присутствует. Самошину называют императрицей Петербургского театра. Она играла и Екатерину Великую, и Елизавету Петровну. Но дома ей не до царских замашек. Муж, дочка, внук, за всеми нужно углядеть. Дочка, Елисей, кто как чихнет, кто что, за мужа. И я все вот в этих волнениях, при том, кто придет, я без конца на звонке. Там Поля-то доехала, Поля-то приехала. Елисей, школа. Еще в студенческие годы, учась в Ленинградском театральном институте, Самошина влюбилась на всю жизнь. С актером Константином Воробьевым они уже отметили рубиновую свадьбу. Их дочь Полина тоже стала актрисой. Поэтому репетиции часто проходят прямо здесь, на кухне. И здесь же происходит заседание худсовета. На кухне у нас были репетиции. Она приходит, режиссер говорит, мясо не туда. А что он говорит? Он говорит, так, давай. Давай по-новой, да, у нас были. Творческий клуб был мощный, да. Это самое волнительное. Со своим первым и пока единственным мужем, актером Максимом Студиновским, Полину уже как 10 лет в разводе. Они расстали всего через год после рождения сына. Но смогли сохранить друг с другом хорошие отношения. Настолько хорошие, что собираются совместно открывать театральную школу. Мы друг друга с института очень ценим, как творческих людей. У нас много очень планов по поводу, вот в этом году еще педагогику освоила. И вот у нас с Максимом есть план вообще там открыть свою школу. Сегодня в ней чувствуется мамина закалка. А ведь всего несколько лет назад она собиралась уйти из профессии. Оказывается, хейтеры прошлись по фотосессии, в которой приняла участие молодая актриса. И у Полины опустились руки. Там был проект про молодых офицеров, а я, в том числе, еще несколько девушек играли их, значит, возлюбленных. И, видимо, женщины, они доброжелательницы, проехались полностью. И я говорю, все, мама, я больше не могу быть в этой профессии, я не эта. Я, в общем, на 100 фотографий все порвала. Мама нашла нужные слова. И сегодня у Полины уже шесть десятков сыгранных ролей. Поклонники пытаются найти в ней сходство с Ольгой Самошиной. Но заслуженная актриса настаивает. В их семье каждый ярок сам по себе. Я вот даже за свою жизнь, я помню, я больше отказалась от ролей, чем я сыграла. Потому что я очень разборчивая, в этом смысле, невеха. Самошина всегда отличалась пышными формами, которые никогда не были помехой в ее творческой карьере. В молодости актриса изнуряла себя диетами. Но спустя годы решила принять себя такой, как есть. И теперь по-настоящему счастлива. В молодости я только и занималась тем, что худела каждое лето. У меня это прекрасно получалось. Потом тут же я опять занималась своим любимым делом. Потому что я очень люблю поесть вкусно. Это все на мне написано, скрывать не буду. Опыт приходит с возрастом. В этом году Ольги Самошиной исполнила шестьдесят два. И она подумает взять под опеку саму себя. Может быть, я сейчас возьмусь за себя. Как вот по телевизору говорят, после шестидесяти жизнь только начинается. Может быть, будет полнейшее обновление. Сегодня она со смехом вспоминает, что в молодости ей часто приходилось играть роли мам и теть главных героев и героинь. А теперь наступила полная гармония. Сильная в кино и на сцене, всегда добивающаяся того, что ей нужно, дома Самошина заботливая жена, мать и бабушка. И это точно не слухи. Ольга Бузова готовится к новоселью. Мне не хочется суеты вокруг этого события. Мне хочется полноценно ощутить весь кайф. Я хочу, чтобы переезд для меня был счастьем, а не баулы, коробки. Боже, сколько вещей! Два года назад поющая телеведущая приобрела элитную квартиру площадью в 200 квадратных метров на Мосфильмовской улице. По словам Ольги, процесс выбора жилья был очень непростым. Ведь риэлторы долго не могли понять, чего именно хочет Бузова. А насколько затянулся ремонт? Практически два года я делала ремонт. Это сложно, это долго, это дорого. Но я безумно с собой горжусь. У Бузовой уже был горький опыт обустройства семейного гнездышка. Шесть лет назад ее муж, футболист Дмитрий Тарасов, фактически выставил Ольгу за дверь вместе с вещами. Оказывается, она до сих пор не разбирала эти коробки и не хочет их перевозить в новую квартиру. Чтобы вы понимали, у меня до сих пор в моей квартире, где я сейчас живу, есть некоторые сумки и чемоданы, которые я еще не разбирала. Прошло почти шесть лет, они до сих пор стоят не разобраны. Вы представляете, какая энергетика и какая неприятная будет. Хотя сейчас уже нормально. Сегодня Тарасов женат в третий раз и регулярно выкладывает в своем микроблоге образцово-показательные кадры, на которых царит семейная идиллия. Спортсмен уверяет, он счастлив и хотя закончил с большим футболом, на нехватку финансов не жалуется. Я хорошо себя чувствую и не жалуюсь на это точно. То есть вы как-то не ходите? Как многие пишут, что я бедолага, бедный. Нет, это не так, у меня все хорошо. Их первая встреча спустя почти шесть лет после громкого развода чуть не закончилась скандалом. Дело в том, что мне сказали, что в этом зале сидит мой лучший лучший. Сегодня она звезда с двумя десятками миллионов подписчиков. Он начинающий певец и блогер. Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локтем, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную, влиятельную девушку страны, кусает локтем и думает, какой же я дурак, как я мог ее рассказать. Гузова очень гордится, что смогла сама заработать на квартиру. Ведь когда-то ей приходилось перебиваться с хлеба на кофе. Если нужна потребность и нужны деньги, я беру и иду и работаю. Когда я подметала, мыла лестницы, подметала улицы, мне категорически не хватало тех финансов, которые мама мне давала в институте. 50 рублей, это очень мало. Ну, считай, чашечка кофе стоила 34 рубля. Сегодня Ольга на кофе не экономит. Поклонники заваливают певицу подарками. Недавно Бузовой подарили коня. Подарили коня? Да, мне подарили коня. Кто подарил? Кто, я не могу сказать. Кто, я не могу сказать. Для меня это да. Это такое, знаете, я действительно была удивлена, потому что я сначала не поняла, что зачем. Действительно, зачем? У Бузовой теперь хоть и элитные апартаменты, но конь-то в них особо не разгуляется. Да и дорогой ремонт жалко. Как бы ни пришлось Ольге отстраивать конюшню. Но с ее-то трудолюбием и не такое по силам. И это точно не слухи. Этой осенью Игорю Наджиеву исполнится 55. И его снова поздравят самые преданные поклонницы. Здравствуйте, мои дорогие. В начале 90-х его назвали русским Майклом Джексоном и пророчили певцу большую славу. А потом он надолго исчез и сегодня выступает в небольших ресторанах. Случаи были разные и мог и руки на себя наложить, все что угодно. Потому что многие вспоминают как раз, когда не стал Мурата Насырова. Они в открытую говорят об этом, что, говорит, Игорь, на вас была, говорит, маска просто смерти. Все думали, что вы следом, говорит, уйдете. Так выглядел 14-летний солист ВИА Астраханского трикотажного комбината Игорь Наджиев на заре своей карьеры. Потом будет победа на конкурсе в Сочи. Игорь Наджиев, Астрахань. Это чудом сохранившаяся запись. Участие в телепрограмме «Ширик, рук», «Триумф» на фестивале «Звездный дождь» и семь пластических операций. По словам Наджиева, в детстве он не раз ломал нос. И из-за этого стали возникать серьезные проблемы с дыханием. Первые две операции были сделаны в Астрахани на носу, потому что у меня нос был искривлен, перебит. Это еще с детства. Это сейчас вряд ли кого удивишь ярким гримом на мужском лице. И под танцовкой в неглиже и форменных фуражках. Но тогда, в 90-е, Наджиев стал настоящим первопроходцем. А я твоим глазам не верю, лукавство в них и рот. Отец, чистокровный ранец, много лет проработал в Астраханской автомастерской. Мама трудилась кочегаром на хлебзаводе. И сын не знал, что такое роскошь, но хорошо знал, что такое родительская любовь. Когда папа не стало, 14 сентября он скончался в 95-м году. Я все говорил, мама, я говорю, береги себя, мама, говорю, сынок, ведь он 14 сентября умер. А я 14 июня родилась. Это он мне показал, как он меня любит. Я говорю, ну ты же его тоже любишь. И она в собственный день рождения ушла. Родители успели застать стремительный взлет сына. Первым большим хитом Наджиева стала песня «Ну, целуй». Но в народ ушла композиция «Наша честь» из культового фильма про мушкетеров. Но наша честь, но наша честь от нас от них зависит. Композиторов Дербенева и Дунаевского он называет своими главными наставниками. Его путь в шоу-бизнесе вышел настолько извилистым, что спустя годы Наджиев вспоминает об этом со смехом. Никаких знакомств, ни особо ничего. Сначала даже и на вокзалах жил. Ну что делать? Опять же. Потом уже, как мне многие говорили, Игорь говорит, ты учился в ГИТИСе? Я говорю, я не учился в ГИТИСе. Я спал на раскладушке в общежитии ГИТИСа. Он резко исчез в конце 90-х, съездил в Америку и даже подумывал завязать шоу-бизнесом. Как раз тогда появились слухи, что кислород Наджиеву перекрыла сама Пугачева. Певец объясняет, в своей жизни он всегда привык рассчитывать только на самого себя. А разговор с Примадонной у них действительно был. И свелся, по сути, всего к одной фразе. Она в свое время сказала, Игорь, зачем вам помогать, вы пробьетесь и без моей помощи. Она мне это сказала. И я это делаю на протяжении всей своей жизни. Уже много лет Игорь Наджиев снимает квартиру в скромной панельке и старается не жаловаться на жизнь. Даже будучи на пике славы, больших денег он так и не заработал. Мы с супругой снимаем. Есть квартира ее, в которой живут дети. А я снимаю до сих пор. С Аллой они познакомились и обвенчались в середине нулевых. Жена стала его концертным директором. Наджиев принял двух детей Аллы от первого брака и называет их родными. Певец признается, во время пандемии только поклонники помогли им оставаться на плаву. Кто-то помогал деньгами, кто-то помогал продуктами. И это не какие-то состоятельные. Это обычные люди, которые тоже свои проблемы, свои семьи. Но вот они считали своим долгом помочь мне. Певец не ходит по скандальным ток-шоу и давно перестал удивляться, что его не приглашают в сборные концерты Солянки. Жизнь закалила Наджиева на годы вперед. И он теперь точно знает, любить и ценить надо тех, кто рядом, а не тех, кто сидит где-то высоко на Олимпе. И это точно не слухи. Мифы о лысых. Меня это абсолютно не парит. Как сохранить пышную прическу. Ну, я взял эту часть волос и поставил сюда на макушку. Смотрите далее. Бархатный баритон, лучезарная улыбка, шикарная бабочка. В свои 65 Владимир Березин. Совершенно не похож на пенсионера. Бабочка, ну, крутая. Это хорошая фирма, черт подери. Причесанная вроде не область. А знаете, почему я, когда я свою жизнь так выстраиваю, тогда, когда ты в бабочке, то, значит, следующая половина твоей жизни должна быть без бабочки. Сегодня он редко бывает в Москве. Уже несколько лет Березин живет в деревне. Я приезжаю в деревню, где моя мама жизнь закончила. Я переодеваюсь. Вот вообще надеваю сапоги или валенки. Я беру там что-нибудь в руки. Там либо снег чищу, либо навоз убираю. Либо летом иду с козами, их пасу, пастухом работаю. Думаю, зачем? Почему мне это нравится? А потому что кардинально противоположное внутреннее состояние. В начале 90-х Владимира Березина знала в лицо вся страна. Он появлялся на экранах почти ежедневно, будучи одним из главных дикторов на советском телевидении. Добрый вечер. Сегодня президент СССР Горбачев провел совещание с руководителями девяти республик. В нулевые Березин надолго пропал с телеэкранов. А его семье пришлось пройти через тяжелые испытания. У диктора обнаружили опухоль в позвоночнике. Сегодня он старается не вспоминать о плохом, а целительницу Маргариту, которая помогла ему справиться с недугом, считает своей дочерью. Еще одна дочь Владимира Березина, Юлия, уже несколько лет живет во Франции и занимается разведением лошадей. Дочка нашла свою любовь, она счастлива. У нее и тело, а это живое дело. Сейчас занимается лошадьми. 16 лошадей, занимается выездкой. Хорошо. Со своей первой, единственной женой, Людмилой, Владимир Березин вместе уже 45 лет. В Подмосковье у пары целое фермерское хозяйство. Кого там только нет. В этом году было 40 коз. 50 кук. 20 индеек. 20 куточек. Собак у нас постоянная. 6 от Алабаев до Чхуахуа. Кошек мы не считаем. Козы у Березина высокоудойные. Дают по 5 литров молока в день. Телеведущий готов делиться опытом и уже подарил двух коз Любови Успенской. Но до звезды Шансона они пока не доехали. Как только будут созданы все условия для содержания коз, коза поедет. Даже две. Даже козла могу в придачу подарить. Просто должны быть условия. Любочка живет, она живет как дива. Она живет в другом пространстве. В контейнер-поселках. А в контейнер-поселках нельзя держать коз. Там по правилам нельзя. Владимир Александрович снова в отличной форме и востребован как ведущий на вручении премий и крупных концертах. Но своим главным местом силы он считает не сцену, а свою ферму в Подмосковье, где Березин всегда может оставаться самим собой. И это точно не слухи. В этом году Стасу Михайлову исполнилось 53, но выглядит он значительно моложе. В сети гадают, в чем секрет его чудесного преображения, изнурительной тренировки, удачной смены имиджа или все-таки не обошлось безумелых рук пластического хирурга. Про меня все время говорят. Про пластику. Ну вот вы же видите меня. Вот какая пластика. Борода точно настоящая. Еще несколько лет назад Михайлов выглядел так. Спорт у меня постоянно, каждый день. Питание. Сейчас месяц я не ем сладкого. Вообще ни грамма алкоголя. И самое главное – хлеб не ем. Все самое. Тяжело. У певца модная прическа. Он может позволить себе почти любые эксперименты. Да и волос на голове заметно прибавилось. Неужели Михайлов действительно сделал пересадку? Даже если он ее и делал, почему нет? Давайте не забывать о том, что хлеб любого артиста – это не только его талант, но это его и внешность. Как говорится, встречают в одежке, а там уже, как говорится, так получится. Когда на голове Григория Лепса появились свежие шрамы, он не стал подтверждать, но и не опроверг слухи о том, что ему сделали пересадку волос. Я и п*** с этими статьями. Хотя, казалось бы, ну что тут такого? Пышная шевелюра – давно не роскошь. Давайте так, от 120, наверное, тысяч рублей. Ну так, до 500 тысяч – это вот какой-то усредненный диапазон. В российском шоу-бизнесе не принято спрашивать лысых о расческе. Но мы решили пошатнуть устой. Да и талант не измеряется количеством волос на голове. Его старые хиты до сих пор помнят наизусть. Но не каждому теперь дано узнать Андрея Державина со спины. О, папарацци. Все дело в прическе, точнее, в ее отсутствии. Уже несколько лет вопрос о шевелюре самый популярный среди подписчиков Державина в социальных сетях. Да, действительно. Меня сопровождают в последнее время в соцсетях всего три вопроса. Один из них – почему лысый? Почему без волос? Куда делать шевелюра? Модный парень с начосом и гитарой наперевес. Что не песня, то шлягер. В начале 90-х вместе с группой «Сталкер» Андрей Державин ворвался и в телеэфиры, и на все танцплощадки страны. Чужая свадьба, чужая свадьба. В конце 90-х, покорив вершины всех хит-парадов, Державин решился на кардинальные перемены. Шуравлиный крик в осеннем небе тая. Он отказался от сольной карьеры и ушел вглубь сцены. Принял предложение пойти клавишником в легендарную машину времени, а заодно и сменил имидж на куда более брутальный, побрившись на лосо. Меня это абсолютно не парит. И я вот давным-давно постригся, 20 лет назад. И с тех пор я хожу, я абсолютно легок в этом ощущении, знаете. Легок в ощущениях теперь и Федор Лавров. Актер признается, поначалу у него были мысли о пересадке волос, но однажды под руку попалась машинка для стрижки. Ну, поначалу, когда я смотрю, что-то уже волос-то на одну драку осталось, думал об этом, но потом я подумал, зачем? И на съемках на одних у Валерия Петровича Тодоровского Леша Смирнов снимал, Валерий Петрович был продюсером, и перед ними я побрился на лос. И, ну, просто я психанул. Радикально обновившись, Лавров первым делом подумал, а не попрут ли за такую причесочку из родного театра? Думаю, да, ну, нафиг это все. Вот, и прихожу, и думаю, ну, сейчас вообще не утвердят, скажут, совсем обалдел, как это бывает в статье в театре «Потери сценического обаяния». Могут уволить за потерю сценического обаяния. Обаяние Лавров не растерял, а новый имидж пошел ему только на пользу. Сегодня он один из самых востребованных и узнаваемых актеров страны. Федор признается, сидя на карантине, подумал снова отрастить волосы, но вовремя понял, нужно быть реалистом. Ну, роста все равно, там еще 20 сантиметров я себе все равно прибавить. Ну, я могу сломать ноги, да, и вытянуть их. Все, все возможно. Но зачем? Бог дал мне вот это, и, ну, надо осваивать то, что есть. Стилист Влад Лисовец уверен, лучший способ победить облысение – смириться с ним. Ничего не надо делать. Если волосы начали выпадать, надо стричься на волосы. Жизнь должна одна, и она должна быть без жертв. Тем более, что лысеть можно так стильно, что позавидуют и волосатые. Мне, наоборот, нравится, что я лысый. Мне трудно себе представить, если бы я был бы с волосами, и сегодня мне пришлось бы либо подкрашивать седину, вот это был бы комплекс. Сам Пригожин в шоу-бизнесе не первый год. Он стоял у истоков, когда формировались его непростые законы, а тогдашней прическе будущего продюсера позавидовал бы сам Дмитрий Маликов. Время любви ждут тебя в ночи. Существует такое заблуждение, миф, что лысый мужчина – это такой мачо-сексуальный гигант. На самом деле это не так. Многочисленные исследования, проведенные по всему миру, доказали, что уровень гормонов находится в пределах норм. Согласно с доктором и Светланой Бондарчук, тем более ей есть с кем сравнивать. У меня был лысый мужчина, но он сексуальный. Но сейчас у меня не лысый, он тоже сексуальный. По словам Александра Пескова, последнее, что он хочет делать со своими волосами, так это пародию на прическу. Лысина. СМЕХ Вдруг? Вдруг лысина. В комплекс. Но говорят, это даже модно сегодня. Пересаживать волосы Песков не собирается. Нет, они ничего не делают. Пусть любят, какой есть. Не планировала идти хирургом и Никас Сафронов, но вмешалась сама Софи Лорен. Софи Лорен приехала ко мне в гости несколько лет назад, что, Никас, ты уже лысеешь. Ну, я взяла тюли часть волос и поставил сюда на макушку. Теперь, откидывая волосы со лба, Никас объясняет, пересадка волос – это нормально, а вот всё остальное похабчено. Даже у человека, ухаживающего за собой, это выглядит похабно. То есть душа и тело должно соответствовать. Но ни в коем случае не злоупотреблять вот этими всякими ножками. Бороду красит чёрный цвет, а волосы красит там рыжий. Стас Михайлов уже не тот жгучий брюнет, каким певец был ещё несколько месяцев назад. Оказывается, любая косметика – это вообще не про него. Нет, я вообще не пользуюсь. Вообще. Покажите, поправьте. Косметика никакой вообще. Даже жена. Ну вот у меня когда перелёт, и мне какая-то жена даст маску, это как, ну это смешно. Спортзал, баня. Вот это вот я очень люблю. Неужели все изменения во внешности певца связаны исключительно с баней и спортзалом? Здесь подсажены волосы, потому что нет таких вот залысинок, как было на более ранних периодах. И более чёткий контур. Контур линии роста волос. Это видно. Что бы это ни было, но перемены в любом случае пошли певцу на пользу. Он стал выглядеть брутальнее и моложе. Вот что значит вовремя отказаться от хлеба. Месяц попробует. Мне есть хлеб. Вот это очень важно. Хлеб и алкоголь – это всё, что сразу набираешь. Ну вы сами… Ну и стараюсь вечером, честно. Главное, что голос и песни остались прежними. И это точно не слухи.